Сейчас состоится только два, поскольку заклад связан с гаупт-сплесками Байдакова, так у нас и в подвешенном состоянии находятся уже которые заседания. Сначала расскажут сейчас, наверное, Андрей Зуев, значит, первым будет рассказывать, да? Или Павел Бойк, как будет? Ну давайте, Андрей, тогда вы начинайте. А потом Павел Констатов продолжит прониклировать. Глубководный нейтрильный детектор. Современный наземный детектор широкого атмосферных ливней имеют характерный размер нескольких десятков квадратных километров. Современный подземный детектор имеет эффективный объем примерно 1000 кубических метров. Таких размеров недостаточно для решения многих проблем, таких, например, как изучение свойств элементарных частиц сверхвысоких энергий, в частности нейтринок, поиск локальных нейтринок источников, поиск новых явлений, поиск проявлений темной материи, поиск частиц, предсказанных различными теориями, такие, как сверхтяжелые магнитные молокои и суперсиметричные частицы. Понятно, что для решения таких задач необходим детектор, имеющий гораздо больший эффективный объем, гораздо больший масштаб. На 1960 году Маркову была предложена идея проведения глубоководных, подземных, крупномасштабных экспериментов, в цели которых изучение свойств нейтринок и поиск природных источников их происхождения. Эта идея оказалась очень плодотворной. Главный плюс такой идеи заключается в том, что на большой глубине более 1000 метров сильно снижается фон поникновения космических лучей. К тому же весь объем, окружающий воды, сам является мишенью для нейтринок. Все это позволяет проводить эксперименты значительно большей чувствительности, наблюдать редкие явления и изучать их, недоступные, например, в наземных лабораториях. По сравнению с подземным направлением глубоководное направление развивалось достаточно медленно, что связано с большим появлением, возникновением огромного количества проблем инженеров, таких как создание глубоководного устойчивого системы управления данными и передачи данных или создание стационарной регистрирующей аппаратуры в природных водоемах. В Ченековске детекторы этого направления указаны на таблице. Указаны на таблице? В общем, мы представлены на таблице. Тут не только у глубоководного детектора, но и в атактическом льду. Аманда и Айс Пью, про которого будет рассказывать нам Паша. В этой таблице не указан крупный проект «Думант», который широко обсуждался в 70-80-е годы. Целью этого проекта было создание крупномасштабного глубоководного детектора в Тихом океане, недалеко от Гавальских островов, на глубине 5 километров с эффективным объемом порядка 1 кубического километра. Авторы столкнулись с огромным количеством проблем, в результате чего проект был закрыт в середине 90-х годов. Тем не менее, опыт оказался далеко не бесплодным. С одной стороны, он обозначил трудности развертывания стационарных систем производных водоемов. С другой стороны, Вопрос. А черенковские детекторы, они почему излучаются? Они принимают черенковское излучение от мионов, которые генерируются за счет нейтринных взаимодействий. Я про это еще буду рассказывать. Ну, в общем, все эти успехи проекта Думан, ну, хотя он провалился, было много успехов, все это инициировало формирование новых исследовательских групп. Нестер, Антарес, Немо. Целью которых было создание в Средиземном море глубоководных детекторов с эффективным объемом порядка 1 кубического километра. Дальше всех продвинулся проект Антареса. В 2007 году была развертана установка с эффективным объемом порядка, ну, у этого детектора эффективный объем 2 сотых кубических километров. Была достигнута промежуточная цель. Вот на слайде представлена схема этого детектора. Он состоит из 12 вертикальных грузонесущих кабель тросов, на которых закреплены фотоэлектронные множители, регистрирующие сигнал от миона. Вот как раз регистрирующие Ченковское излучение от вторичных мионов, которые инвестируются за счет нейтринного взаимодействия. Но тут возникает проблема, связанная с тем, что есть большой фон атмосферных нейтрин, которые пришли сюда с поверхности, преодолев толщину слоя из воды в 2000 метров. Ну, я забыл сказать, эта установка находится в Средиземном море на глубине 2000 метров, недалеко от берегов Франции. Имеет чувствительность порядка одного ТЭФ и более, эффективный объем 2,2 кубических километров. Вторичные мионы регистрируются именно в тех направлениях, где фон атмосферных мионов минимальный. Так, атмосферные мионы в основном движутся сверху вниз, но у них есть соответствующие конусы, Ченковский конус излучения. А регистрируются мионы, движущие снизу вверх, которые созданы в результате взаимодействия нейтринок, пришедшие из позимии. Вот, на этом графике продемонстрирована зависимость регистрированных мионов, как я понимаю, за 2008 год на эту установку зависимости от синус-единитного угла. Видно, что мионов, которые идут сверху вниз, гораздо больше, это атмосферные мионы, а вот эти регистрируются мионы, это те вторичные мионы, которые нас и интересуют. Тем самым мы, зная излучение от этих мионов, можем определить направление распространения этих мионов и определить их энергию, тем самым больше узнать о нейтринок, которые их породили. также существуют блоководные детекторы и в России. Первый такой был создан в 1993 году на озере Байкал. он получил название NT200. Вот его схема. Он состоит из восьми кабель-тросов, на которых закреплены оптические модули. Один кабель-трос с закрепленными оптическими модулями составляет гирлянду. это структурная единица детектора NT200. В общей сложности тут находится 192 оптических модуля, по 24 на каждом кабель-тросе, на каждой гирлянде. Далее детектор NT200 был модернизирован с целью повышения эффективности регистрации. Были добавлены новые гирлянды на расстоянии примерно 100 метров. Три новых гирлянды с 12 оптическими модулями на кабель. Так был достигнут более высокий эффективный объем, а также повышенное энергетическое разрешение детектора в целом. Успешная эксплуатация детекторов NT200 и NT200+, а также «Аманды» на Южном поясе инициировала создание телескопов нового поколения с гораздо большей числительностью. Так, на Южном поясе был создан детектор Ice-Q. На озере Байкал развертываются в настоящее время телескопы NT1000. Стоит отметить, что детекторы «Аманды», детекторы Средиземного моря и на озере Байкал все они имеют разное географическое положение. Они дополняют друг друга и вместе создают мировую сеть установок, целью которых является поиск локальных источников нейтрино по всей небесной сфере. Детекторы в Средиземном море и на озере Байкал имеют некое преимущество перед детекторами на Южном поясе, так как в Северном полушарии есть возможность почти непрерывно наблюдать за центром галактики, где находится большинство потенциальных источников нейтрино-высоких энергий. Далее я расскажу про схему телескопа NT1000. Он состоит из 12 кластеров. Каждый кластер стоит, вот он представлен, это вид сверху. Каждый кластер представляет из себя 8 гириллиант. Каждая гириллианда это две секции. Секция включает 12 оптических модулей, центральный модуль и служебный модуль. Центральный модуль, грубо говоря, принимает аналоговый сигнал от оптических модулей, оцифровывает его и передает в центр кластера. Служебный модуль отвечает за такие задачи, как определение местоположения секции, электропитание ее. Стоит отметить, что каждый кластер соединен с береговым центром отдельно и может функционировать и эксплуатироваться как отдельный детектор, то есть работать автономно, что дает возможность в процессе развертывания детектора NT1000 эксплуатировать уже установленный кластер. Вот предполагаемые параметры детектора NT1000. Он еще не установлен полностью, в процессе развертывания. Предполагается, что эффективный объем регистрации ливня будет порядка 0,5 куб. км. В интервале энергии от 10,5 до 10,9 г. Эффективная площадь для регистрации меонов около 0,2 до 0,5 км. В диапазоне энергии 10,4 по 10,6 г. Точность восстановления направления меонов составляет 0,5 градуса, а направление ливней примерно 6 градусов. Относительная точность восстановления энергии ливня 20-35%. На данный момент IceCube существенно превосходит все существующие глубоководные детекторы в Северном полушарии. Превосходит свою числительность экспериментальных исследований. И на повестке дня создание детектора в Северном полушарии для наблюдения за центром галактики с измеримой чувствительностью. Так планируется установка в Средиземном море. Вот она так выглядит. Также предполагается дальнейшая модернизация MT-1000. Он так выглядит, он еще не развернут. Дальше путем добавления новых кластеров хотят увеличить эффективный объем и чувствительность повысить. Далее я хочу рассказать про модель стационарного коллапсара и модель вращательного коллапсара. По модели стационарного коллапсара предсказывается, что эволюция массивных звезд может завершиться галлюционным коллапсом и мощным негусиментринным излучением. Но в 1987 году была зарегистрирована вспышка сверхновой в Большом Магеллановом облаке. Это галактика с осенним нашим. 50 кирпоцек у нас стоит. Эта вспышка была зарегистрирована четырьмя детекторами. Соответствующая временная последствия событий, зарегистрированных различными детекторами, представлена на слайде. Тут видно, что можно сгруппировать принимаемые нейтрино два момента времени. Группируется нейтрино, пришедшее в два момента времени, интервал между которыми около 5 часов. Что совсем не объясняется моделью стационарного коллапсара. Для объяснения этих экспериментальных данных была предложена модель вращающего коллапсара, которая это объясняла. Там предполагалось, что эта массивная звезда очень быстро вращается и сформированная центральная часть сильно деформируется, принимает форму блин. И во время наступления, где можно наблюдать много различных неустойчивостей. На стадии уже фактически коллапс, то есть когда звезда еще не имеет размер, блин рассматривается как бы для всей звезды, а для ее ядра, которая потеряла уже фактическую устойчивость, начинает уже процесс нейтрализации, происходит не в симметричном ядре, а вот в таком блинообразном, практически вращающемся. Во время процесса нейтрализации с таким объектом в результате неустойчивости возможен разрыв. как минимум на две составляющие, на две маленькие звездочки. Одна звезда, разумеется, будет гораздо плотнее и гораздо тяжелее другой, и будет забирать потихонечку вещество. Это, на самом деле, неизвестно, насколько они мощнее. Просто, вообще говоря, не разные половинки, а разные по массе. И со звезды с одной на другую, может быть, вещество потихонечку перетекает. И это все происходит в масштабах вот этих часов. В общем, может притекать и в какой-то момент у маленькой звездочки может масса уменьшится так, что гравитационной силы будет недостаточно для поддержания устойчивого состояния. И она просто взорвется. Тем самым, изучив, будет нейтринный всплеск. Ну а дальше большая звезда, которая осталась, она будет коллапсировать как в модели стационарного коллапса. Но уже нейтрина излучать мало, потому что она излучилась в основном либо на стадии первоначального коллапса, когда еще не разорвалась, либо на стадии, когда более мелкая звезда взорвалась. Поэтому две вспышки нейтрина будут. Ну вот таким образом будут две вспышки нейтрина. Первая во время нейтрализации все звезды. Вторая во время взрыва маленькой звездочки. Андрей, ну вы еще раз поясните, что значит нейтронизация? В прошлого раза не все. Ну, там какой-то момент, наступает такой момент, когда много электронов, протонов, нейтронов. И гравитационные силы сильно давят центр звезды, что приводит к давлению электронов на протоны, они с другим взаимодействуют, возникают нейтроны. Вот это процесс нейтрализации. Обычно нейтрон на звездах состав 97% нейтронов, и примерно 3% остается свободных электронов и протонов. И это из-за того, что вот эти 97% электронных протонов на стадии нейтронизации соединились и превратились в нейтрон. А при этом излучается нейтрина обязательно. И поэтому поток нейтрин в процессе нейтронизации очень большой. А почему не до конца все электроны? Ну, такое уровенье состояние, потому что эти плотность еще недостаточна для того, что у нас фактически надо выровнять химические потенциалы электронного выраженного газа, протонного и нейтронного. И когда уравнение состояния решается, для одинаковых химических потенциалов показывается, что электронов и протонов порядка 3% должны быть от нейтронов. На самом деле… Иван Андреевич, извините, я Вам скажу. На конференции, на которой я был уже практически 3 недели назад, обсуждалась возможность того, что нейтронное равновесие в такой нейтронной звезде, оно возможно как бы в двух вариантах. Есть фазовый переход между вот обычным таким состоянием, когда мы приравняли, грубо говоря, химический потенциал электронов, протонов и нейтронов, и, ну, немножечко маленькую долю в центре нейтронной звезды, еще гиперонов надо добавить для равновесия. И когда есть состояние, в котором квар-глионная плазма в центре звезды в значительной мере занимает значительный объем и количество частиц, потому что нейтроны и протоны состоят из кварков, ну, и глионов их смешивающих. Когда плотность будет достаточно большая, а именно когда масса звезды – порядка двух масс Солнца, то тогда в центре оказывается, что и нейтроны не могут свободно существовать, они распадаются на отдельные кварки и глионы. И это новое состояние, оно тоже удовлетворяет вот такому равновесию, но только надо равновесие учитывать в квар-глионную плазму. Это сложнее делать. Количественные это фактически пока еще не умеют, но то, что недавно совсем пронаблюдали, обнаружили две нейтронные звезды с массой близким к двум массам Солнца, показывает, что уравнение состояния должно быть такое, что оно допускает существование второй фазы. И поэтому возможно, что есть еще не вот такая модель, как вращающего сколопсара, и разбиение на две нейтронные звезды, одна побольше, другая поменьше, в пространстве. А на самом деле, может быть, в итоге, что сколопсировала звезда, сначала образовалась вот такая обычная нейтронная звезда с небольшой примесью электронов и протонов, а потом произошел второй фазовый переход из-за того, что вещества на звезду немножко еще упало, например, из аккреционного диска оставшегося, и его масса стала порядка двух масс Солнца. Тогда второй фазовый переход приведет к распаду нейтронов на кварталенную плазму, а в этом процессе тоже много нейтринов могут образовываться. И вторая вспышка, в принципе, может быть обусловлена еще этим. Но во времена, когда писали все эти статьи, работал инфективный импшенник, сейчас ему 85 лет, и он уже не так активно занимается этой тематикой, этого не знали. Поэтому вот тогда существовала только одна модель импшенника, вращающего колоссара. А вот сейчас эта вторая модель тоже активно обсуждается, и она может объяснять и как вот эту вспышку нейтронную, так и некоторые особенности гамма-сплеска. Давайте попробуем. А вы спросите, если вы приходите к нейтрону, как там нейтроны могут выйти из-за этого? Они не выходят. Нейтроны распадаются просто на кварталенную плазму, а нейтрина выходит. Нейтрин может выйти, потому что в нейтронной звезде вещество нейтронное в значительной мере вырождено, и поэтому нейтрины через всю эту толщу могут пройти. Они оказываются сильно взаимодействуют с электронами, которые есть во внешней коре, составляющие там несколько процентов объема звезды, и с антинейтрином, потому что там образуется не только нейтрин, но и антинейтрином. В результате этого на поверхности могут образовываться еще в значительной мере электрон-позитронная плазма, высокоэнергичная, и это может приводить еще к дополнительному вспышке гамма-излучения. И вот такое образование файбола, как говорят, то есть ударной волны. А сами нейтрины тоже могут быть, но, конечно, отчасти перейдет в электронные-позитронные пары. — Получается, что электрон не участвует в свободном цели? — Нет, они участвуют, но просто когда вещество вырожденное, то тогда нейтрином не может возбудить, если его энергия ниже энергии фермы существенно, выраженного вещества, то нет свободных состояний, куда бы нейтрино могло взаимодействовать с нейтроном, а поместить распавшиеся части этого нейтрона. И поэтому значительная часть нейтронной звезды, когда она уже сформировалась, оказывается прозрачной для нейтризмы, достаточно низких энергий, которые там выразуются. В нейтронных звездах, так и в кварковых звездах, как их сейчас называют, там много всяких тонкостей, и сейчас достаточно много групп в мире работают над созданием теории экзотического объекта, но там все сложно, потому что надо квантовую хромодинамику использовать и сильные взаимодействия, и причем не в теории возмущения. Поэтому вращаются там сильно ограничены. Наблюдаемые экспериментальные данные хорошо объясняются с помощью модели вращающейся. Ну не страшно, а в принципе могут быть объяснены, потому что там очень много неопределенностей, в зависимости от разных параметров, от скорости вращения, от того, как неустойчивость устроена, можно те или иные куски получить. Главное, что возможность такая есть, а рассчитать точно это пока никто не может. Вообще все это хороший пример того, как результаты, полученные на нейтронных детекторах, влияют на некоторые модели, ограничат их и стимулируют другие модели. В заключение хотелось бы отметить, что метод глубководной регистрации элементарных частиц хорошо себя показал в ходе эксперимента. Современный уровень знаний о диффузном потоке нейтрины в диапазоне энергии 10,13 до 10,18 трон вольт, локальных источник нейтрины с энергией выше 10 Г, а также о природном потоке быстрых магнитных монополе, о проявлении массивных частиц темной энергии. Все это определяется главным образом анализом результатов полученных детекторов в Средиземном море, на озере Байкал и на Южном полусе. К тому же мне хотелось бы отметить, что Антарас, Айскюл, НТ-1000, все они создавались и реализовывались с учетом дальнейшей возможной модернизации и усовершенствования. Так, при помощи модернизации можно увеличить эффективный объем, повысить чувствительность современных исследований, что даст новые возможности для решения проблем физики, высоких энергий и астропизики. Давайте вопросы. Поясните, пожалуйста, как вот эти боководные детекторы размещают нейтрину по энергетическому диапазону? Грубо говоря, с чем отличается для них вот, допустим, нейтрину на 10 графат, тот, который, допустим, на 10-18 лет, то есть там. Но они принимают черковское излучение от этих миодов? От миодов. От миодов, да. И по типу черковского… Грубо говоря, в какую реакцию вы здесь написали, все-таки что реально происходит при взаимодействии нейтрина с водой? Правильно? То есть какой там распад и действительно что при этом регистрируется? Потому что как-то на пальце говорите достаточно такие неочередные вещи, поэтому это будет непонятно. Ну, может быть, об этом вот Павел будет еще рассказывать. Это может быть, частично Павел ответить на этот вопрос, а потом… Грубо говоря, то есть катерические конусы, чтобы чем… Да, конечно. Фактически нейтрином выбивает мионы для взаимодействия с ядрами, а после этого мионы может либо… его непосредственно регистрируют, либо ливень он создает. И дальше отдельные частички мионные изучают Черенковский конус, от каждой частицы приходят там по несколько или там несколько десятков фотонов, их замечают, а потом все вместе обрабатывают. И в зависимости от энергии этих фотонов и направления прихода их углов определяют скорость, ну, насколько она превышала скорость света в среде, и когда суммируется результатом, определяют начальные частицы, которые породили эту глину. То есть схема такая, это очень непросто, и поэтому там Андрей приводил параметры, что они определяют энергию с точки зрения плюс-минус тридцать процентов, например. Ну, это вообще это очень неразвёртная история. Учитывая, что там не много этих тел. Учитывая, что там не много этих тел. Ну да, не очень сильно. Глобально такой ответ, но подробнее можно еще и байк. Сарк, давайте. Скажите, пожалуйста, чем отличаются детекторы, которые регистрируют разного типа нитрин? Например, если вы можете озноборить электроны, то антинетринолог вы родил в народ. Или, если вы можете назвать переколекционные, и миозные, и там нитриновые. Вот это в чем разница? Ну вот в этих, в Чилинковских ни в чем. Потому что ясно, что они измеряют только получившиеся мионы. А докладчик можно ответить? Нет, я просто... Андрей, вы знаете не про Чилинковские детекторы, где напрямую можно отличать нитрин от антинеткторов? Ну, я точно ответить не смогу. Ну вот Андрей больше Черенковский интересовался. А вот Павел, может быть, и не только Черенковский. Может быть, вы тогда с этого и начнете, соответственно, этот вопрос? Спасибо, давайте, Павел. Вообще, первые детекторы, которые Кунте-Квейл предложил, они, конечно, отличали нитрин от антинетрин. Наверное, стоит сначала сказать, что не обладает зарядом, у него очень маленькая масса, то фактически единственное взаимодействие, при помощи которого мы можем его зарегистрировать, точнее, это слабое взаимодействие. И это, конечно, с одной стороны, очень осложняет процесс регистрации нитрин, с другой стороны, это дает плюсы в том, что из места рождения нейтрино, например, в центре Солнца или в центре любой звезды, оно выходит практически не взаимодействуя с существом и поэтому несет нам информацию именно о той области, в которой оно образуется. Насчет регистрации нейтрино известна, например, реакция, которая называется обратный бета-распад, то есть у нас есть антинейтрино, например, электронное, оно попадает в протон, у нас образуется нейтрон и вылетает из нейтрона еще. Ну и, соответственно, на нейтрон, в серенковских детекторах внимания никакого не обращается, регистрируется позитрон. Соответственно, для мионного антинейтрино реакция аналогичная, там вылетает антимион. То есть идет регистрация вот этих вот частиц. Также возможно рождение каскадов. Их, конечно, схема я не нарисую, но в тех случаях рождается не одна частица, а уже большое количество частиц, и они, как правило, разлетаются под большими углами. И если исходная энергия нейтрино была большая, какие-нибудь пета-электрон-вольты, тогда энергия вот этих частиц, мионов, например, родивкости, тоже большая, и они летят примерно в том же направлении, что и исходные нейтрино. Они рождают уже сами мионы, имея заряд электрический, очень эффективно взаимодействуют с веществом и порождают сразу много частиц. Вот это и есть каскад. А протоны есть любой? То есть это водород или неважно какой? Может, если вода там... В состав атома написала? Во льду, в воде они взаимодействуют именно с ядрами атомов водорода. В принципе, там возможно взаимодействие с другими атомами, но там теряется энергия, на то, что там протоны и нейтрон связаны, то есть на энергию связи... Для низкоэнергичных нитрина важно. А если нитринной энергии больше ГО, тогда это не важно. Принимают еще и литринной энергии, тогда это у вас. Я просто знаю, что идея предложения Панте-Корве касалась регистрации на хлоре. Радиохимический метод. Хлораргоновый метод или Германии гальевый. То есть хлор переходил в аргону? Да. И, соответственно, потом происходил распад аргонов. Либо в Германии гальевый, как в аксанском детекторе. Там просто огромные многотонные баки с Германией есть. И потом через месяц наблюдения, например, месяц наблюдения состоит в том, что их не трогают. А через месяц наблюдения образуется несколько атомов галлия в этих баках. И надо их химическим путем оттуда выявить. Была специально разработана технология как-то из таких многотонных детекторов несколько атомов галлии получить. И с достоверностью. И вот такой детектор используется и не только в Баксанской обсерватории. Это тоже радиохимический метод, но, кстати, в нем именно реакция происходит с частицами в ядре, чтобы изменить заряд ядра на ядре, превратить в протон в нейтрон. То есть там никаких оптических аналов? Никаких конечных аналов нет. Это не Черенковский детектор, а такие. В этом случае стенсиляторы их можно назвать. Они, как-то, все дополняют? Да, они все... Данными всеми они обмениваются. Но в Баксанской он не очень эффективный детектор, но, конечно, там будут ограничения. Главное, результат всех почти этих наблюдений, и Павел об этом скажет, что это некоторые верхние пороги на потоке нейтрина. Ну, кроме солнечных, солнечных пронаблюдали уже непосредственную величину. Потому что нейтрина фактически ни один из этих детекторов, высокоэнергичных, до сих пор так и не пронаблюдал. Вот первые два нейтрина, а P-вные, они, Павел скажет, были регистрированы в июле, по-моему, на IceCube. Поэтому мы о них иначе разговор, что наконец тех же две нейтринной астрономии реализовались в первых двух нейтрина наблюдённых. Но ещё вот Павел скажет немножко про терные нейтрины, но они, скорее всего, атмосферные. Связываются с каких источниками? А пока совершенно неизвестно. Скорее всего, это уже далёкие могут быть источники. Ясно, что это взрывы звёзд, но как они непосредственно сверхновые, мегамос-плески ещё более далёкие, пока непонятно. Хотя, может быть, другой источник, это, Павел его не упомянул в самом водном слое, это космические лучи сверхвысоких энергий. Они же заполняют всю Вселенную, и они могут время от времени сталкиваться с ядрами и участвовать. При этом тоже порождаются нейтрины, и тоже очень высокой энергии могут быть. И они тогда диффузно всё заполняют. Это то есть атмосферные. Нет, атмосферные — это то, che у нас в атмосфере Земли. Космические лучи сверхвысоких энергий порождаются межзвёрдной средой, межзвёрдным газом, сталкиваются. Атмосферные заходы делают из-за взаимодействия с космическими GW? И из-за взаимодействия с космическим тоже, но с космическими лучами низких тоже энергии, например, с термонок энергии, а вот эти, — космическое лучи сверхвысоких энергий, может поражать тоже очень высокоэнергちゃんные ютrichten. Стоит еще раз вспомнить про эти космические лучи. То есть проблема регистрации высокоэнергетических космических лучей заключается в том, что они очень редкие, поэтому строят большие площади, чтобы зарегистрировать широкий атмосферный ливень, который происходит очень редко. А для нейтрина необходимы большие объемы, в том числе и потому, что они славно взаимодействуют. Я расскажу про детектор Райскюб. Он располагается на южном полюсе, на географическом южном полюсе. Райскюб представляет из себя основной детектор, который называется собственно Райскюб. Состоит из 79 вот таких вот струн. То есть каждая струна представляет, это просто кабель с расположением вдоль этого кабеля один над другим оптическими модулями, которые собственно и принимают черенковские излучения. Струны расположены на расстоянии примерно 125 метров. Расстояние между модулями примерно 7 метров. По вертикали. Ну вот, расположено на глубинах от полутора, ну от 1450 до 2450 метров. Также имеется, недавно было установлено дополнение к Айскюбу, называется Deep Core. Оно заключается в том, что расстояние между струнами было уменьшено. Было установлено 6 струн дополнительно, вот, с удвоенным в два раза расстояние, и еще две струны с еще уменьшенными расстояниями. Это предназначено для того, чтобы уменьшить порог регистрируемых нейтрино. То есть, если у него нижний порог по энергии составляет 100 ГФ приблизительно, то для детектора Deep Core он составляет десятки ГФ. Ну, также, ну, видно то, что Deep Core состоит из двух частей. Одна расположена вот на нижней границе всего детектора Айскюб. Это из-за того, что вот был обнаружен полевой слой на глубинах порядка, там, 2000-2100 метров, которые, соответственно, там сильное поглощение происходит и рассеяние. Также небольшая часть сверху предназначена для того, чтобы, ну, отсеивать фон космических лучей. Для сравнения, то, что мы наблюдаем сверху и то, что снизу, а если и сравнить, то можно увидеть, что верхняя часть, она больше космических лучей принимает, поэтому можно и одновременно детектировать, будет значить, что это от космических лучей произошло, а не от нейтритных событий. Также еще имеется вот третья часть установки, расположенная на поверхности. Она состоит из 81 станции. И предназначена она для детектирования космических лучей. Ну и также вот для отсеивания. Вот представлен вид вот этих вот баков, которые расположены на поверхности. Вот, собственно говоря, оптические модули. И вот умножительная трубка. Они направлены в данной конфигурации диктайпера. Они направлены вниз и меряют фотоны, и принимают фотоны движущие, которые распространяются из-под земли. Вот представлены на фотографии. Вот представлены возможные сигналы, которые IceCube может детектировать. То есть вот этот пример, который реально был зарегистрирован. То есть здесь цветом обозначено время прибытия сигнала. То есть вот на поверхности, соответственно, в центре всех раньше приходит сигнал к бокам позже. И IceCube, соответственно, аналогично. Вот представлены различные симуляции. Вот на левой верхней картинке мы видим типичный сигнал, характерный для нейтрино. Вот здесь вот, то есть это нейтрино, которое родило там позитрон, меон и вот этот след самого уже заряженной частицы. На данной картинке представлен каскад именно, получающийся от нейтрино. А вот это характерный фоновый сигнал от неонов от широких атмосферных ливней. Здесь я расскажу немного про регистрацию космических лучей детектором IceCube и IceCube. Если вот мы уже известны на обсерватории АЖ, там детектирование происходило, определение энергии происходило за счет телескопов, которые измеряли флюоресценцию в атмосфере, то в данном случае таких телескопов нету, хотя, насколько я знаю, они планируются устанавливать. Но на данный момент энергия определяется из размеров просто, из поперечных размеров широкого атмосферного линия. То есть, сколько у нас было зарегистрировано, сколько у нас было задето по ширине детекторов и из характерного расстояния спадания сигнала определяется энергией. Вот в данном случае приведена как раз зависимость среднего расстояния от энергии. И видно то, что данная зависимость зависит еще и от угла. Что, в общем-то, неудивительно, поскольку, когда у нас распространяется под углом, то у нас фактически увеличивается просто расстояние, которое проходит в космическую лучшую атмосфере. Ну, неправильно, не космическая лучшую, а... Оптическая толщина. Да, просто оптическая толщина, которая у нас проходит уже от частиц, порожденной космическим лучшим. Это для протонов. Здесь приведено отношение вот этих вот характерных расстояний для протонов и железа. Также от энергии. Вот заметно некоторое различие, связанное с тем, что широкий атмосферный ливень для железа, он задухает быстрее. И поэтому, ну вот по этой вот зависимости возможно восстановление состава космических лучей. Например, вот на этих двух графиках мы видим то, что у нас есть измерение для трех диапазонов углов. И мы восстанавливаем поток в зависимости от энергии для трех диапазонов. И в предположении, что у нас космические лучи изотропны приходят, у нас эти три графика должны наложиться один на другой. И вот для протонов это наложение видно, а для железа оно расходится при малых энергиях. Соответственно, мы можем заключить, что при энергиях там меньше где-то там 20-30 ПФ, чисто железный состав мы можем 100% исключить. Ну и вот проводится такой анализ, в котором выводится характерный процентный состав. Там протонов, железных и других элементов. Ну вот представленный спектр, измеренный айстопом. Только на тот момент у него было 73 установки всего. Ну видно то, что диапазон энергий от петаэлектрон вольт до экза. Измеренные данные хорошо согласуются с данными других обсерваторий. Ну неудивительно то, что здесь большая расходимость, поскольку площадь айстопа примерно 1 квадратный километр. Поэтому такие события для него происходят довольно-таки редко. А сплошная линия здесь, если я пошел так? Сплошная линия – это модель, ну теоретическая модель, которая… Ну, наверное, по Березинскому, скорее всего, расчет. Я не помню. Ну, характерно, ну просто одна из моделей, то есть теоретических. Вот представлен их состав. Ну, в данных работах, насколько я знаю, проводится анализ, в общем-то, только протонных и… Учитываются протоны и железо, и вот указывается, как бы, отклонение в одну сторону или в другую сторону. Видно то, что айстоп также подтверждает то, что при больших энергиях происходит увеличение массы. То есть больше принимается… То есть при больших энергиях превалирует железо. Хотя это окончательно не доказано, в том числе и для АЖ, но тенденция такая вот на всех новых телескопах, где есть при больших энергиях, по-видимому не только протоны, но и явно какие-то ускоряются и к нам приходят. Вот даже нет. На данном слайде представлен отбор, который происходит. То есть, как уже было сказано, у нас есть фон космических лучей, который, как правило, приходит… Вот атмосферный мион, например, который, как правило, приходит к нам сверху вниз. Есть также атмосферные нейтрины, которые рождаются также при взаимодействии космических лучей с атмосферой. Они имеют изотропное распределение, то есть они к нам как сверху, так и снизу приходят. А для космических нейтрино… Графика имеет тоже симметричный вид факт, в принципе. И на основе вот таких вот симуляций было предложено вот такой критерий, который отсеивает события. И если событие находится выше этой линии, то оно рассматривается как потенциальная космическая нейтрино. На данном слайде… Он связан с детектором Дипко. Дело в том, что низкоэнергетичных частиц довольно-таки много, как и нейтрино, так и частиц, связанных с широкими атмосферными ливнями. Поэтому возникла необходимость отсеивать данные на первоначальном же этапе, чтобы… То есть как происходит? Собираются данные на южном полюсе, и они сразу же отправляются… Ну, происходит некоторый отсек, и они отправляются уже на север куда-то, чтобы проводить уже более сложный и точный анализ. А поскольку при данных энергиях происходит порядка миллиона событий, соответственно, возникает необходимость многие из них отсеивать. Поскольку просто не позволяет… Ну, как там было сказано, не позволяет просто связь посылать только сигналы. А связь… Да. И поэтому рассмотрим такой график, который, в общем-то, говорит о том, что измеряется скорость движущихся частиц. Как раз для этого необходимо использовать IceCube как… Ну, для отбора вот именно явлений, которые регистрируются в DeepCon. То есть они всё равно какой-то след оставляют и в самом IceCube, более большом детекторе. И поэтому можно измерить их скорость характерную. И вот происходит отсечка на 40 метров на наносиполе. Это просто оптимальная скорость, при которой мы сильно уменьшаем фон, но сигнал у нас ещё падает довольно-таки слабо. То есть мы теряем очень мало полезных сигналов. Вот такие вот основные механизмы отсеивания. Ну, на данном графике представлена характерная эффективная масса, с которой взаимодействует нейтрино. Это график для IceCube. Видно то, что… Ну, просто из-за того, что большой объём при больших энергиях, у него, естественно, большая масса. Очень резкий рост. Ну… Ну, он резкий в сравнении просто вот с этим графиком, на самом деле. А это связано… Ну, насколько я понимаю, это связано просто с тем, что здесь главную роль играет расстояние между струнами. Ну, и поскольку… Ну, не знаю, я не знаю, так сказать, закон, как это рассчитывается. То есть здесь просто приведено сравнение IceCube и вот DeepCode. То, что, естественно, из-за того, что у него меньше объём, у него здесь меньше, но из-за более малого расстояния между оптическими модулями, он, соответственно, более чувствителен к малому энергию. Вот. Вот. Были зарегистрированы два нефрина. Они были зарегистрированы IceCube. Вот. Одно было в августе 2011 года, другое – в январе 2012 года. Характерная энергия порядка… А что если они об этом сказать только вот этим летом? Характерная энергия порядка одного, вот это электрон-вольта, там одного считается 1,04, другого 1,14 в среднем значении. Поскольку большие есть систематические погрешности и всё очень модели-зависимо, то есть… все же вот характеристики, которые восстанавливаются по принимаемому излучению, они основаны на том, что вначале происходит симуляция данных сигналов и смотрят характеристики, которые будут приниматься, и, соответственно, вот какая-то зависимость устраивается. А поскольку существует много различных моделей, взаимодействий, спектров изначальных, то возникает вот большой разброс по параметрам, которые мы восстанавливаем. И то есть вот на данном, видно то, что с 90-процентной вероятностью вот значение энергии держат вот в таких вот интервалах. И это уже не 30, а тут порядок величины. Причём вот даже можно сказать то, что для некоторых моделей, да, ну это по всей дне из каких-то экзотических, но там было так сказано то, что вплоть до 500 ПФ даже есть разброс или какого-то из данных значений. То есть всё очень от моделей зависит. Вот это вправо касается какие-то вероятности, что ли? Что такое параллелью? Вот, про это я ещё расскажу пока сейчас. Вот им была сделана попытка проанализировать модели происхождения космических нейтринов, которые, собственно, вот здесь представлены. И они основывались на двух факторах. То, что у них есть два явления регистрации нейтринов с певными энергиями, и то, что не было зарегистрировано нейтринов с гораздо большими энергиями. Причём, что все космические модели, они наоборот настаивают на том, что при больших энергиях должен быть больше поток. И дальше что делать? То есть у нас просто считается вероятность обнаружения, для каждой модели считается вероятность обнаружения частиц с данными двумя энергиями, и берётся свёртка с функциями-распределениями для каждого из этих сигналов. То есть у нас... Вот у нас есть функция распределения. То, что у нас принято два сигнала, для каждой модели это своя будет функция. И есть плотность распределения вероятности по энергиям для первой частицы, для первого сигнала, E1 и ρ2 от E2. И мы просто берём свёртку, ρ1, и ρ2 интегрируем по E2. И у нас получается вот это значение pv, которое я представлю на данной таблице для каждой модели. Ну и видно то, что с вероятностью примерно там 90% каждую сеть модели не сходится. Ну вот поэтому были предложены ими просто вот такой вот спектр, как E, как энергия нейтриностек минус 2, то есть поток спадает с такой зависимостью. И вот рассмотрены модели с обрезаниями на 10 pv, 100 pv и на одном экзоэлектрон вольте. И вот с ними сходилась вот такая вероятность обнаружения данных двух явлений. Ну вот такая идея, как я понял, у них появилась именно после регистрации тэмных нейтрино. Там было обнаружено у них порядка 25-30 тэмных нейтрино, который, соответственно, свидетельствует именно о том, что на низких энергиях более большой поток. На основании этих же данных им были проанализированы, им были представлены верхний предел для потоков нейтрино от энергии, который, в общем-то, подбирается вот здесь к моделям. И также было ограничение на источники, на возможные источники нейтрино высоких энергий. Z максимальное — это, соответственно, красное смещение данного возможного источника, а M — это вот параметр, который… То есть вот, может быть, если они правильно понимают, они меня поправили. У них есть характерная зависимость для различных моделей. Там у них количество источников в зависимости от Z характеризуется вот такой вот величиной. В зависимости от красного смещения и характерной степени M. Это характеризует функцию эволюции этих источников с возрастом Вселенной. Как источники эти представлены были на разных возрастах? Ну и вот были представлены ограничения. Причём, насколько, как там сказано, данное ограничение сразу убирает… Оно уже затрагивает некоторые типы возможных космических источников, такие вот как были рассмотрены вот в этих моделях радиогалактик типа вот этого типа и гамма-всплеске. Так, ну ещё да, вот я расскажу про детектирование, про теоретическую работу, предложившую использовать детектор IceCube для детектирования вспышек сверхновых. Значит, основная идея детектирования сигнала в IceCube сейчас – это когда сигнал, полученный от фотонов, ну черенковских фотонов, он превышает некий порог фотоумножителя, и у нас происходит регистрация данных сигнала. И уставляет точку, что вот этот данный фотодетектор сработал. После этого смотрит, вот какая площадка была, вот как показывал Павел, данным событием засвечена, а потом уж определяет энергию. То есть происходит детектирование именно одного… Решение то, что событие произошло, происходит именно… Принимается на основе именно того, что был превышен сигнал именно для данного конкретного фотоножителя. Конечно, наверное, срабатывает все с равно, многие сразу срабатывают. Да, но… Иначе как он потом площадку вообще конус-то восстановит, если у нас силу один срабатывает? Нет, а срабатывает, естественно, очень много. То есть, как и было представлено, там сразу вся площадка срабатывает, или там весят большая часть объема. Но решение именно изначальное, то, что данный фотоножитель сработал, принимается на основании превышения порога данного фотоножителя. Потом он, естественно, сравнивается с другими детекторами, и там происходит анализ. Но если у нас энергия нейтрина очень маленькая, то у нас, соответственно, для каждого фотодетектора не будет превышения данного сигнала. Но мы можем вот под порогом провести корреляционный анализ. Зависимость… Ну, корреляционный анализ – просто превышение, ну, повышение. То есть, как вот шумы происходят. То есть, вот такое же повышение происходит при слабых взаимодействиях. То есть, когда у нас там, например, один или два фотона попало, а их там сотни. И вот… Сигнал повысился над уровнем шумов недостаточно, чтобы сказать, что он уже… И его превзошел. А на своем этом смотрят и соседний второй детектор. И там смотрят. Тоже сигнал немножко повысился, но недостаточно, чтобы уровень шумов произошел. Но теперь, если вот, как правило, корреляционный анализ, совместно их смотреть, если это одновременно произошло повышение в обоих, то тогда можно с какой-то вероятностью утвердать, что действительно сигнал был, хотя уровень шумов он не превысил. Вот это идея корреляционного анализа. Ну вот, они, собственно говоря, просто проанализировали различные моды. Могут определяться. Вот они там, как-то, неизвестно, неизвестно. Из-за этого они повышают… Что-то указка не работает. То есть, вот были проведены ими анализы вот таких вот мод, когда задетектирован один фотон данным детектором, два фотона данным детектором, один плюс один и два плюс один. Были рассчитаны, соответственно, характерные сигналы, которые, естественно, спадают в зависимости от моды. То есть, у нас гораздо реже возможно детектирование сразу многих фотонов для слабых сигналов. И количество возможных фоновых бэкграунд, то есть, фоновых событий аналогичных, оно, естественно, спадает еще гораздо быстрее, поскольку у нас невозможна корреляция для шума. Были рассчитаны для различных возможных конфигураций детектора, причем и будущих в том числе, рассчитан характерный эффективный объем и расстояние, возможное для детектирования. То есть, вот в идеальном случае, когда у нас будут низкие там шумы и в случае очень, ну, хорошей модели для сверхновых с большой там светимостью, вот возможно детектирование вплоть до двух мегапарсек, даже больше, там, до пяти мегапарсек. Что, в общем-то, достаточно для регулярных приемов сигналов вплоть до одной в год. В общем-то, это и является целью наблюдения регулярных вспышек сверхновых. Потому что им чуть-чуть не хватает порога, тут у них порога на порядке меньше, они уже регулярно в вспышке сверхновых видели по нейтрино. А вот надо было делать объем не айс-пюг, а 10 айс-пюг. Ну вот еще, вот они приводят, то, что возможно будет даже восстановление спектра нейтрино, потому что вот данные моды, они зависят в зависимости от энергии, количество срабатываний. То есть у нас количество различных модов зависит от энергии. И вот посчитав отношение данных, количество данных срабатываний, мы можем восстановить примерный спектр приходящего сигнала. Все-таки при такой редкости событий, это кажется немножко... События реалистичные. События реалистичные, но Павел показывал, что заслечивается много детекторов при одном линии, например, сотня. И если мы уже каждый парк будем одновременно коррекционально рассмотреть... Спектр, это имеется в виду в смысле количества реализаций, просто, чтобы о спектре говорить. При том, что раз в год такое счастье падает. Если вам не трудно, верните, пожалуйста, картинку, где вот просто сама схема этого айскьюба была показана. То есть это реально вообще как выглядит? Вот на поверхности, вот так, где не просто на южном полюсе, да? Вот у вас такие... Да, на географическом южном полюсе. Да. Ну, кстати, еще вопрос, почему именно на полюсе? Ну ладно. То есть это вот такие вот шахты. Да, вот в таком количестве, там сколько? А, где сейчас больше, наверное, обословлено. Ну, шахты там таких упропорено, да? Под каждым этим колпаком там наш шахт виден. Да, да. На 3 километра. Да. И в каждой шахте висит вот такая герлянда. Сколько там этих датчиков будет? Мне просто масштабную саму установку. 60. Ну, там характер... Нет, километр. Вот у них площадь примерно квадратный километр, и длина каждой струны километр. Струн 80 примерно, и 81 там. А на каждой струне через... 17 метров. Через 17 метров вот эти датчики висят. То есть их там... Нет, там вашего легорода что-то там продаст половину километра. Это рисована. Глубина. От полутора до двух с половиной километра. Да, глубина там. А за 10, ну, только последние километры. Там снизу нарисована эфелева башня. При этом эти шахты, они, ну, пустые, да. То есть там лед-то не намораживается уже по-новому. То есть вы как прогурили... Как я понимаю, там, по-моему, там замерзает. Так, лед замерзает. Как я понял, замерзает. И датчики живы прямо они там вольт. Да, у них вот эти вот оптические модули, они у них вот выдерживают большое давление. То есть вот это, соответственно, вот это вот. А чем лед лучше, чем вода вот в Средиземном море? Легкие преимущества. Ну, возможно, не знаю, может быть, какие-то оптические свойства лучше, но в принципе это... Оптические свойства, однородность хорошая. Из-за включения вот там неожиданной вот этой прослойки пыли, которую обнаружили, у него свойства лучше, чем в Средиземном море, в Грязном. В Байкале думали, что водичка почище, но там вот есть кто-то, кто ее тоже портит. Бумажный комбинат. А плывет, в принципе, метеорит упал? Нет, там ледниковый период какой-то, там несколько десятков тысяч лет назад. Так а до Земли, собственно, они не доходят? То есть это все в ледниковый корр? Ну, там буквально сколько-то остается, там 200 метров, что-то. Ну, да, там максимально 2350, но там 2820. А сколько человек обслужили? Не знаю, в статьях везде там было очень много. Понятно. Это реализм. 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 Сползает? Павел, он сползает он, да? Нет? В этом месте он. Древица сползает? Древица сползает? Реализм. 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 Булибаш написал хорошую статью, русский-итальянец. Вы можете ее просто сами посмотреть в интернете, либо найти по фамилии Булибаш и его статью. Там много интересных фактов, как он попал в Россию, как стал академиком, и почему многие основные идеи связаны с его именем. В том, что это осцилляция нейтрина он предложил впервые, он же был практически одним из ведущих людей, кто обнаружил замедление нейтронов, еще работая у ферми, и поэтому благодаря ему все реакторы появились. Он же предложил, как регистрировать нейтрино, вот радиохимическим методом. Ну и так был вообще человек нетривиальный, хотя он был каким-то девятым ребенком в семье, и пока тут настройка идет, я вам все-таки два слова скажу. И родители о нем отзывались, что по их мнению, что, значит, они писали, его считали самым добрым, но и самым ограниченным, что было видно по его глазам, добрым, но лишенным ума. И поэтому, зная, что к нему все так относятся, его с детства это внушили, он даже не решился идти в физику, а пошел в какие-нибудь простые инженеры, чтобы быть на подхвате. Но потом ему все-таки, когда он учился в университете, ему инженерные тонкости не очень нравились, и он попросил себя у ферми и у своего брата, который у ферми работал, чтобы его взяли все-таки на работу. И в университет перевели на физический факультет. Ему это разрешили с оговоркой, что он потом не будет проситься физики, а его будут использованы в обхвате на установках. Но потом, вот он когда обнаружил замедление нейтронов, ему все-таки поверили, и на там дальше война помешала ему. А как он в СССР оказался? С коммунистами. А разведка, естественно, вся американская и английская, за ним следили, потому что они понимали, что он хотя и одешенные глаза у него в разуме делает, он не реальные вещи. И поэтому, как только ему пришлось в 1940 году, когда окружили в Париж, уехать в Испанию, а потом эмигрировать в Штаты, там он занимался некой технологией, а потом его пригласили в 1948 году в Харуэлл, это Кокрофт, для английского ядерного проекта, потому что другие ученые были расплатаны с умными глазами, а с глупыми еще не все. И они, два года он работал в Англии, но ему все время сождали вот эти английские влюстители тайны, и обвиняли его в том, что он связан с коммунистами, у него какие-то родственники, он женился там тоже на женщине, которая связана с коммунистами. И он очень боялся, что его по этому поводу арестуют и в общем не дадут ему дальше работу. А здесь ему поступило неожиданное предложение уехать в Россию и там заниматься, ему обещали лабораторию, и он в 1950 году тайно его на машине с дипломическими минеральными перевезли, и он просто пропал в поле зрения. Несколько лет никто не знал, где он, а потом оказалось, что он работает в гидротехнической лаборатории в деревне Ново-Иваньково, а это рядом с Дубной. А там это так был засекречен самый мощный в мире тогда стихотронный ускоритель, на котором он работал и изучал отчастиц. А в 1955 году он сам объявил, что он теперь находится в России и никуда не собирается уезжать. Но его, конечно, и из России, из очень старших, как и никуда не выпускали, и даже не разрешали ему на реакторах работать. Поэтому реакторный нитрин, например, и не обнаружил, и премии давили в Ново-Иваньково, и не ему. Хотя он все предсказал, что надо так делать. Можете прочитать эту статью? Интересно. Давайте. Моя тема называется «Ускорение частиц в данной волно-бисполкновительной плазме». Сообщение основывается на численном моделировании, проведенном Анатолием Спитковским. А я Иван Варюшин. Ну, ученый. Фамилии даже. Значит, ну, нет, сначала надо, наверное, сказать об актуальности этого вопроса. То есть, существует мнение, что ударные волны в бестолкновительной плазме, в гамма-всплесках, в пульсарных ветрах и в всяких других приятных местах могут предоставлять механизмы эффективного ускорения частиц до высоких энергий. И, в общем-то, сейчас технологии дошли до того, что мы можем, ну, точнее, не мы, а вот Анатолий Спитковский, смог промоделировать и прямо вот из первых принципов получить, то есть, там, пересиметры, да, в том смысле, что именно запускать вот эти потоки частиц, смотреть, как там образуется ударная волна и что происходит, как там частицы ускоряются. Ну и начнем просто с качественного объяснения того, что же там происходит. То есть, есть два встречных потока, задача одномерная пока, значит, распределение по скоростям очень узкое, можно сказать, что дельта-функция, значит, факторномагниченности у нас пока тоже ноль, плазма электрон-пазитронная, все там бестоковое, плазм нейтральное, хорошее. И вот эти два потока, когда они сталкиваются, вот в этой области, где они перекрываются, начинает расти поперечное поле магнитное, соответственно, продольная скорость уменьшается и увеличивается плотность, так как трое равно в концу, одномерная задача. В каждом потоке есть электронный перетрод, да, да. Поле само поперечное растет из-за неустойчивости вебеля. То есть, когда у нас есть два противоположных тока, и есть возмущение поля, то эти токи как бы эффективно расталкиваются так, чтобы усиливать это возмущение поля. Ну и вот тут есть красивая картинка, что там в итоге происходит филаментация этих потоков. Вот здесь структуру поля поперечную. Это именно численные расчеты. Вот видно, что здесь филамент некий с характерным размером цена омегоплазм. Омегоплазм на это релятивистка. То есть, то есть, то есть, то есть, фактор 10 электронов какой-то, порядок... Ну, там 15. 15, да. И, соответственно, омегоплазм на это корень из 15 раз меньше. Вот, значит. И, соответственно, я бы сказал, плотность растет, и при превышении некоторого порога плотности образуется как раз это самое ударное ворота, которое дружит от этого перекрытия. Да. Значит, сами условия можно получить теоретически из условий. Это условия рент-бегонио. То есть, для нашей... Она стоящая волна, да? Нет, это бегущая волна. То есть, вот скорость... А вот скорость цена, да? А в какую сторону надо движить? Там что она симметричная. Да, там две волны бегут. Ну, вообще, они-то как... Они не потоки сталкивали, а отражали поток от стенки. То есть, там одна волна. Просто так численно считать... Ну, гораздо... Там сложность растет в квадратах частиц, так как они именно частицы рассматривали. И поэтому... Ну, король волна у вас, да? От стенки. Да, король. То есть, это... Ну, как? Электромагнитная волна у вас другого взлота, да? Нет, нет. Нет, это переплат плотности. Электронная... Ну, все заряжено. Да. Ну, то есть... Полностью низованный плотный, электрон-предитронная. Ну, магнитное поле... Изображено вот как оно... Пунктирует. Да, вот снизу это этот самый параметр сигма, то есть, магнитная... Плотность магнитной энергии, плотность пунктирует. И вот видно, что тут около фронта поле побольше. Еще надо заметить, что есть поле спереди этого фронта. То есть, это быстрые частицы перед этим фронтом. Они успевают там слегка подзамагнитить все впереди тем же самым... Опередить фронт и возбудить там разными неустойчивыми... Ну, о которой, да, о которой уже говорили. Ну, вот это, значит, профиль, полученный численно для сигма равно нулю, то есть, изначально из магничных потоков. Вот, значит, профиль, полученный для изначально из магничных потоков. Разница в том, что, во-первых, тут другая гамма получается, показатель для диабата. Так как в магнитном поле там получается, что эффективно газ двумярный. И еще тут спереди бежит, как мы можем видеть, электромагнитная волна. Это из различий. И цель-то этого всего, собственно, в чем? Чтобы посмотреть распределение частиц по скоростям после прохода вот этой ударной волны. В первой работе у них не получилось никакого хвоста. То есть, в распределении было чисто тепловое. Но они не расстроились. Кто ищет, тот всегда найдет. И, в общем-то, дальше ученые рассмотрели уже двухсполиномерную модель. Там, значит, они смотрели разные углы. То есть, это замагничная плазма. Там сигма равна 0,1. И они смотрели зависимость, значит, от угла между фронтом волны и полем магнитным. И вот получилось, что есть некий там оптимальный угол, при котором вот тут можно хорошо наблюдать, как появляется этот самый хвост высокоэнергетических частиц. Ну, тут также приведена вот энергия в хвосте суммарная получается как раз примерно там от 5 до 10% в зависимости от угла, там, от 0 до 30%. И количество частиц в этом хвосте, ну, там порядка 1% в них чувствуется. Энергия до 10% в хвосте, да? А вот этот хвост тепловой такой гол, да? Да. Чем ускоряются частицы? Ну, вот там в ферме ускорения, о котором Владимир Владимирович уже говорил в прошлый раз. Ну, еще раз поясню. Ну, да, то есть частицы, грубо говоря, бегают взад-вперед в этом относительно фронта этой самой ударной волны. Вперёд-каный слой поле? Отражается от зонта? Отражается от зонта? Ну, верь, в магнитное поле, в поле черничное. Нет, надо их вперёд, вот под углом как-то одно. И они бегают, конечно, в основном вдоль магнитного поля, но могут пересечь фронт. Ну, да, да, вдоль магнитного поля и могут пересекать фронт. Но при этом оказывается, что если магнитное поле расположено достаточно, ну, под большим углом к нормали, то есть близко вдоль, то тогда они не могут пересечь и нет ускорения частиц. А если магнитное поле близко к нормали, то там... Здесь у них есть наложенное внешнее магнитное поле, а сама ударная волна генерировала за счёт вот этих источников. Здесь собственное магнитное поле береговское неустойчивость, оно становится хаотическим, турбулентным, и в них частицы как раз блуждают и могут иметь вероятность перейти под фронт снова, перед фронтом, под фронт, перед фронтом. И таким образом ускоряются. Но это ускорение медленное, а-ля не квазидиффузионное, и вот этот хвост медленно нарастает, и они долгое время не могли даже... Вот, собственно, да. Выбил и скид, вроде они стоят относительно этой системы, не двигаются, а ударная волна бежит. Да. В этом смысле, как они синхронизуются, почему они всё время отстегиваются ударной волны? Они снова генерируются, а когда волна приезжала, они за фронтом далеко, потихонечку затухают возмущение, и поле, как было нарисовано, турбулентное существует только в области фронта. Перед фронтом оно вперёд, предвестник убегает, потому что там есть ускоренные электроны, они его подгенерируют, а за фронтом далеко, эти возмущения все затухают, но за фронтом они живут тысяч плазменных времён, тоже долгое, поэтому филаменты, которые разорвались, турбулентные оказываются, они квазидиффузиональные, в каком смысле, долгоживущие. И это означает, что они образованы самосогласованными возмущениями функции распределения и общей концентрацией электронов и магнитным полем, в котором они живут. – Видео, вроде облака должны двигаться, а выберутские oni стоят относительно средин. Как это понимать? – Берешь,ベ€. beibrские верхы, они стоят относительно средин. Нет, они тоже произвольные, она не равна 0, там большой разброс, потому что скорость частиц тоже имеет большой разброс. Ну, это, собственно, какие-то прям такие физические обоснования, они от статьи к статье на самом деле слегка менялись, поэтому совсем простых истинных, я не уверен, что можно сказать о чем-то окончательном. Ну, в общем, во второй статье, когда они... А человек нормально написали? Аналитики нет. Вот аналитики нет никакой, это и дело. А те, которые писали, это неправильно, это чистый свечей. То есть, это чистый свечей. Нет, ускорение данного вам не писали все. Ну, ну... Электрон-казитрон. Ну, как какая-то? Ну, скорее, на ударную волну полупробные частицы без учета обратного влияния. Это не учитывает обратное влияние, это не влияние. Когда одна частица в задней турбулентности бегает, конечно, это можно не писать. Но здесь ответ недостаточно. Ну, вот, то есть, тут графики, собственно, которых примерно виден этот самый процесс. То есть, показатели, не экспозитрон. Ну, потом, да, потом они вернулись к первой задаче, то есть, одномерная, бесполевая. И, собственно, просто подольше ее посчитали, и там тоже начал образовываться этот самый хвост высокоэнергетический. Тут сказать особо нечего. Ну, и дальше они перешли к рассмотрению электрон-протонной плазмы с разными соотношениями масс. Ну, и тут тоже, собственно, видим основной вывод, который они сделали, что необязательно рассматривать 1836, потому что это, в некотором смысле, для их вычислений неудобно. Ну, просто тяжело больше, это сложнее счет. Никто не умеет. Да. И, соответственно, что они сказали, что при соотношении масс больше тридцатки там уже качественно ничего не меняется. Ну, они до 50 дошли, у них даже сотня, по-моему, сейчас счет уже. В это отношении масс с сотнями, у них уже расчет получает. Ударная волна образуется, бесполкновительная. Нет, ну, а тут вот, да, 100-400. 100-400, да? Ну, да. Ну, там, там, чем больше соотношение масс, тем точность. Дуже, и время развития меньше они могут продвинуться. Ну, тут уже не релятивистское, да? Нет, это все релятивистское. Все релятивистское. Да, все релятивистское. Технолог тоже релятивистское. Да. Вот у них гамма с ноликом написано 15. Ну, они, так, типичную величину, только больше единиц. Ну, и, в конце концов, они вот там все обобщили для широкого диапазона параметров. И у них везде получался хвост, рано или поздно. Вот как раз там из порядка 1% частиц с 10% всей ноль. Ну, и сам хвост, там, степень минус 3. Вот, собственно... Ну, а вот этот хвост, он влияет на динамику? Да. Влияет. Ну, влияет, потому что они там, как говорится... Ну, только описать это влияние... Нет, у него же число написано. Число написано там. Ну, число написано там. Число, нет, число не понятно. Там прямо вот все излипает. Да. Назволенные частицы принципиально влияют на динамику свиста. Да. И на вид, какой фронт получился. Ну, фронт не резкий, он размазанный. Как распределены там, в зависимости от координаты, от отстройки от фронта, когда успех в частицах меняется. И все энергосодержания в частицах, и в магнитном поле, они составляют десятки процентов от кинетической энергии частиц. И структура фронта, и само существование ударной волны, оно условно именно этими ускоренными частицами. Такое утверждение. И они вот считали это с 2006 года, и только в этом году у них появилась конечная обобщающая статья, где они наконец утверждают, что вот мы теперь можем сделать какие-то общие утверждения, а не просто какие-то примеры приводить. Ну да. Ну, собственно. Глобально все, но давайте еще вопросы. Статьи, они выложены на сайте. Вот Сергей Тарас их регулярно все выкладывает. Они всем доступны, можно детали посмотреть. Но главное, что эта область сейчас очень активно развивается. Я имею в виду рельсивистские бесплотновительные ударные волны. И как происходит там кинетика частиц, генерация магнитных полей, какая структура волны. Это все оказывается очень актуально, в том числе и для гамма-сплесков, которые до сих пор остаются вещи в себе неизвестными. Ну, как они все-таки построены? Если взять стандартную или физико-космическую плату, то развитие ударных волнов и изучение строилось там бесплотновительно, без воспоминания о вейберерской неустойчивости. Здесь же как-то принципиально, я так понимаю, всегда в основу берется вейберерская неустойчивость. А потому что без нее... Спрашивается, вейберерская неустойчивость, а это совершенно иная мода, не имеет отношения к звуку, за счет какого фактора все-таки организуется вот такое сильное тима действий, что вейбереряно такое актуальное стало именно в этих местах. Почему, так сказать, раньше, когда занимались ударной волной, например, для звездных корон, в нейритивистом случае оказалось не столь актуально. Почему там вейберерская неустойчивость не используется для возбуждения? Ну, как не используется? Это вопрос не в ней использование, а насколько она там на самом деле реальна, а насколько нет. Ну, можно так сказать, да. Вот все. А там инкремент большой будет. Инкремент порядка в акцион омегоплазменной, он будет порядка омегоплазменной здесь. В рейтивисте, инкремент становится омегоплазменной частотой и равен, а там просто неустойчивость никто не может пересилить, она становится самой главной. И глобально в этом ответ, но, так сказать, где точные границы, это надо еще дальше считать. А встречный звук автоматически получается, при отражении встречный поток. Ну, в этих расчетах. А там в гаунсплесках тоже автоматически, там есть кто-то выбрасывая частицы. Ну, хорошо. Типа, там, решение Сагдеева, вот, не искалось ли для рейтивистской плазмы, но чтобы там, так сказать, все то же самое переписать, чтобы то, что Сагдеев получал, было установить удар на волне, в рейтивистской ситуации. И вспоминая опять про, там, откуда она взялась ударная волна, просто простой волной, нужно искать решение там, куда было. Ну, они все оказываются неустойчивыми здесь. И это подтверждается в расчетах. И Сагдееву своего рода устойчивое решение, конечно. Да, но там в гаунсплесском случае оно какое-то имело еще проекцию на реальность, а в рейтивистском оно просто никакого отношения к реальности, оказывается, не имеет. Здесь-то тоже еще ничего не понятно. Здесь не понятно. В теории непонятно, да. Но вот численные расчеты… А в теории все-таки, а здесь… Это численный эксперимент. Да, но эксперимент уже достаточно… В гаунсплеских ситуациях, там, массы, там, не те, там, и прочее. Ну, а это проверено. Вот они утверждают, оказывается, что в зависимости от массы, если больше тридцатки брать отношения, уже мало чего меняется. То есть механизм образования в данной волне якобы от этого не сильно зависит. Это как раз почта для размышления. Это некий частичный, но достаточно богатый эксперимент, численный, который будет полезен для дальнейшего размышления. Именно поэтому… Нет, я ничего не так просто. Надо понять, все-таки это место будет все. Вот оно такое, я сказал. В общей игре. Да. Но это не только один вот этот расчет. А сейчас еще есть новое, кстати, продвижение, очень существенное, которое впервые вот как раз было объявлено на этой конференции три недели назад. Мак Фейдин, такой есть расчетчик сверхновых и гамму всплесков, он, наконец, реализовал программу лагранжевого расчета магнитогенномических разных течений, в том числе афференционных и образований джета, когда следят не в задней системе, не в задней сетке, как проходит поток плазмы, в том числе и релитивистской плазмы, и это очень неэффективно получается, а следят конкретно прямо за ячейками среды и смотрят, как эти ячейки эволюционируют. Для каждой ячейки пишутся граничные условия и точно соблюдаются законы сохранения энергии и импульса потока через границы ячейки. И смотрят, как их форма эволюционирует. Оказалось, вот он приводил первые примеры, пока у него, так сказать, глубоких реальных результатов нет, но в круге меры программы, скажем, релитейлеровскую неустойчивость, какие-то варианты он смотрел, которые надо было огромные масштабные ресурсы задействовать при обычных расчетах эйлеровских, в лагранжевых оказываются гораздо более эффективными, они дальше продвигаются, и в оценке у него, что это не просто там в разы ускоряется процесс, а в тысячи раз. И вот это одна, доклад один из специалистов, которые, наверное, причины ображения. Причины кого? Что это лагранжевый метод? Ну, это всем очевидно. Но только реализовать этот компьютерную программу до сих пор не могли. А теперь предупреждать, что они сумели преодолеть все сложности, и вот так для очень большого числа ячейных чеек записать взаимные мерорасчеты этих ячеек и реализовать в реальном компьютерном коде. Ну, может быть, да. Все-таки релаксацию электронных пучков, ее считают в лагранжевых переводах. Взаимодействие электронных пучков с электромагнитными волнами. Но вот в этих задачах, связанных с релаксивистскими угадными волнами, они раньше этого не использовали. Первое утверждается, что это первый код для вот этих задач. Ну, это просто сведения. Ладно, всем спасибо. Тогда в следующий раз у нас будет обсуждение задач, связанных с филаментацией, с воздействием лазерной или астрофизических разных излучений на плазму, как происходит там филаментация и какие при этом возникают эффекты. Ну, у нас будет четыре доклада с этим связанные, меня не будет в следующий раз, но согласились здесь на семинаре присутствовать Семенов, Ким, Степанов, к которым соответствующие люди, мы и этих людей попросим обратиться за разъяснение статьи. Материал уже есть, осталось только вот, ну, с Сергеем мы согласны, кто будет за какую задачу отвечать, так что следующий семинар будет весьма интересным. А он тоже для них плазменный тематик. Спасибо. Спасибо.